Всем привет, народ! Новый выпуск. Пока я работаю над долгосрочными проектами по каналу, я просто не мог пройти мимо жима Лёша Джулиуса Мэддокса и его попытки установить новый абсолютный рекорд в этой дисциплине, обойдя тем самым достижения Кирилла Сарычева и те самые 335 килограммов, которые тот пожал еще в 2015 году. Подробнее о попытке Джулиуса мы поговорим вот буквально через несколько дней. Я сейчас попросту не в Москве и реакцию Кирилла на попытку Мэддокса снять его рекорд мы запишем уже совсем скоро, а пока да обсудим происходящее на видео сами. У меня среди подписчиков я знаю точно достаточно поклонников пауэрлифтинга, тех кто знает толк в жиме и больших, ну или не очень больших килограммах на штанге, так что после просмотра жду от каждого мнения насчет силы огромного американца и того, сколько еще простоит рекорд Сарычева. Для начала разговоры о снятии рекорда Сарычева ходили еще прошлым летом, но тогда на боссах жиму Джулиуса не задался. Он-то планировал как минимум снять рекорд Америки, который на тот момент принадлежал Эрику Спота и составлял 327,5 килограммов, но 328 кило так и не зашли. Но все же за 2018 год Джулиус 4 раза жал вес, превышающий 317 килограммов на соревновательном помосте, то есть он очень активный в плане выступлений, а в целом год закончил удачным подходом на 325 килограммов, став тем самым третьим сильнейшим в безэкипировочном жиме в истории. Но и в этом году Мэддокс был готов явно лучше. Все это время я следил за его жимом, время от времени выкладывал тренировочные моменты в сообществе проекта ВКонтакте и еще в феврале 2019 Джулиус заявил, в этом году рекорд Сарычева будет снят. Ну и давайте проследим путь Мэддокса к первой попытке снять это достижение. В марте Американец пожал 286 на 4, тогда же в клетке Animal на выставке Arnold Classic уже 297, после были 265 кило на 9 повторений. Ну и мы же с вами понимаем, что озвученные мною числа и близко не передают, насколько это серьезный результат и значимые килограммы. 265 кило, которые для многих в мире безэкипировочного жима это уже результат мечты, это элитная планка, это очень небольшой клуб людей, которые могут позволить себе пожать такие килограммы, так вот Мэддокс их жмет на 9 повторений просто в рамках подготовки. Понятное дело, что он и сам весит по 200 килограммов, а может и все 200, и многие из вас скажут, ну еще бы, с таким весом такие килограммы не пожать. Но это так не работает, собственный вес, конечно, важен, безусловно, он тоже решает, но диски на штанге, как ни крути, остаются прежними, и уже весной было понятно, что Мэддокс готов делать вещи. В мае Джулиус пожал 322,5 килограмма, хотя как пожал такое ощущение, что он их просто вверх выбросил, и я помню, как мы смотрели то видео с Кириллом, который так и сказал, там есть запас на попытку снять 335 килограммов, ну а как оно пойдет, ну посмотрим. И вот, собственно, июнь 2019, буквально вчера проходил очередной турнир, и смотрим, что на нем происходило. Сначала Мэддокс легко пожал 328 килограммов, он снял рекорд спота, и теперь официально самый тяжелый жим Америки это 328 кило, а его обладатель Джулиус Мэддокс. До этого у американца был третий лучший результат в истории, теперь он уже был на второй позиции. Впереди оставался только рекорд Кирилла, и потому логично, что Джулиус заказал, конечно, 336 килограммов. Как видите, именно в этот раз новый рекорд не состоялся. Как, почему, что не так, что по технике. Опять же, мы это еще обсудим, я обращусь сразу к нескольким специалистам в сфере пожать огромное количество килограммов на штанге, но пока я уже слышал отзывы, пожал в отбив, отрывал ягодицы, грязные движения, неровные техники Сарычева, но при этом были и другие мнения. Отрыва не было, не хватило совсем немного, да и смысл сравнивать технику, если сравнивать надо килограммы, но и дальше в том же духе. И в этом плане я жду ваших мнений, мыслей моих подписчиков. Кто как считает, кто на чьей стороне, ну и кто за кого болеет, потому что, может быть, все есть и те, кто поддерживает американца, кто хочет, чтобы рекорд был снят как можно быстрее. Ну и в качестве сравнения, жим 335 от Сарычева слева и попытка на 336 килограммов от Мэддокса справа. Кто что думает? Что мы имеем на данный момент? Рекорд Сарычева был почти снят. Мы знаем, что почти не считается, но это было близко. И зная Мэддокса, очевидно, что будет еще как минимум один заход в этом году. Главное, чтобы без травм. Я надеюсь, что американец будет здоров и покажет свой максимум, потому что именно из-за этого мы и любим пауэрлифтинг. Постоянная борьба, постоянный вызов самому себе и возможность работать с чертовски тяжелым железом, которое в руках лучших становится лишь числами в протоколах, новыми рекордами, ну и, конечно, мотивацией для нас. Как я и говорил, уже скоро разберу эту тему подробнее, я сам жду, когда наконец-таки вернусь к полноценной работе, уже скоро вас ждут интересные и яркие вещи. Ну а пока лайки, комментарии, подписки, кто чем богат народ, поддержите мой проект, ну а я скоро отвечу контентом. Всем мощного жима и добра. С вами был Андрей Луценко, не прощаюсь. С вами был Андрей Луценко, не прощаюсь.